Верона, Италия, город, пропитанный историей и романтикой, каждый год 16 сентября становится еще более очаровательным. Этот день особенный, потому что он посвящен одной из самых известных литературных героинь всех времен. Почему? Потому что это день рождения Джульетты. Город оживает, украшая свои улицы и площади в честь этой легендарной фигуры. Ну, возможно. Джульетта, как мы знаем, является вымыслом Уильяма Шекспира, героиней его трагической пьесы «Ромео и Джульетта». Но для жителей Вероны и многочисленных туристов она стала чем-то большим, чем просто персонажем. Но в Вероне грань между вымыслом и реальностью красиво размывается. Здесь каждый, уголок города дышит историей и романтикой, создавая уникальную атмосферу. Город принимает свою шекспировскую связь, превращая вымышленный день рождения в грандиозное празднование любви, литературы и неприходящей силы хорошей истории. Праздник включает в себя театральные постановки, музыкальные концерты и множество других культурных мероприятий. Из года в год тысячи туристов со всего мира стекаются в Верону, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Они наслаждаются атмосферой, фотографируются на фоне знаменитого балкона и участвуют в различных активностях. Они бродят по мощеным улочкам, впитывают атмосферу и, возможно, даже оставляют письмо самой Джульетте. Эти письма, полные надежд и мечтаний, становятся частью живой истории города. Празднование дня рождения Джульетты в Вероне – это больше, чем просто туристическая достопримечательность. Это свидетельство того, как история может покорять сердца и воображения на протяжении веков и культур. Это событие объединяет людей разных национальностей и возрастов. Это напоминание о том, что любовь во всех ее проявлениях является универсальным языком. Независимо от того, откуда вы родом, вы можете почувствовать магию этого места. Являетесь ли вы безнадежным романтиком, поклонником Шекспира или просто ищете уникальный культурный опыт день рождения Джульетты в Вероне – это событие, которое нельзя пропустить. Это шанс окунуться в мир литературы и романтике. Так что хватайте свою вторую половинку или лучшего друга, пакуйте чемоданы и приготовьтесь отпраздновать любовь и литературу в одном из самых пленительных городов Италии. Путешествие в Верону станет незабываемым приключением. Но будьте осторожны, Верона в сентябре может просто вдохновить вас переписать собственную историю любви. Этот город с его чарующей атмосферой может стать началом новой главы в вашей жизни. История Ромео и Джульетты, конечно же, трагедия. Но ее темы любви, страсти и вечной борьбы между семьями и судьбой продолжают находить отклик у зрителей спустя столетия после того, как Шекспир написал их. Верона с ее хорошо сохранившейся средневековой архитектурой представляет собой ощутимый фон для пьесы, позволяя легко представить себе несчастных влюбленных, крадущих поцелуи в залитых лунным светом двориках. На протяжении многих лет город полностью принял свою шекспировскую связь. То, что начиналось как литературное паломничество для преданных поклонников, превратилось в полноценное культурное явление. В городе проходят театральные представления, кинопоказы, художественные выставки и даже научные конференции, посвященные изучению различных аспектов Ромео и Джульетты. Празднование дня рождения Джульетты, пожалуй, самое очаровательное проявление любовного романа Вероны с Шекспиром. Это свидетельство силы повествования и того, как вымышленный персонаж может захватить воображение целого города. И не только. Поэтому, прогуливаясь по очаровательным улочкам Вероны, помните, что вы идете по стопам литературных гигантов и несчастных влюбленных. Одна из самых трогательных традиций, связанных с днем рождения Джульетты, это написание писем вымышленной героини. Эта традиция, зародившаяся много лет назад, продолжает привлекать людей со всего мира. Да, вы правильно прочитали, люди из всех слоев общества, из всех уголков земного шара, пишут письма Джульетте от руки, изливая свои сердца, ища совета и делясь своими собственными историями любви, утраты и тоски. Эти письма становятся мостом, соединяющим людей через время и пространство. Эти письма, часто оставляемые во дворе Джульетты или засунутые в щели стены под ее знаменитым балконом, являются свидетельством неприходящей силы сочувствия и человеческой потребности в связи. Они напоминают нам о том, что даже в современном мире, где доминируют цифровые технологии, рукописное письмо сохраняет свою магию. Сами письма также разнообразны, как и люди, которые их пишут. Они написаны на разных языках, с разными почерками, но все они несут в себе искренние чувства. Одни являются искренними мольбами о романтическом совете, наполненными надеждой на лучшее будущее, другие — выражением благодарности за обретенную или потерянную любовь. Одни наполнены радостью, другие — печалью. Эти письма отражают весь спектр человеческих эмоций, но все они, независимо от их содержания или происхождения, отражают всеобщее желание быть услышанными, понятыми и, возможно, даже направленными фигурой, олицетворяющей идеалы любви и романтической преданности. Джульетта, хотя и вымышленный персонаж, стала символом надежды и утешения для многих. Традиция писать Джульетте — прекрасное напоминание о том, что даже вымышленные персонажи могут глубоко трогать наши жизни. Это показывает, как литература и искусство могут влиять на нас, вдохновляя на выражение наших самых сокровенных мыслей и чувств. Это свидетельство силы повествования, создающего связи, которые выходят за рамки времени, языка и даже самой реальности. Истории, такие как история Джульетты, продолжают жить в наших сердцах, объединяя нас в нашем общем человеческом опыте. Что происходит с тысячами писем, адресованных Джульетте каждый год? Эти письма, полные надежд, мечтаний и сердечных переживаний, не остаются незамеченными. Неужели их просто выбрасывают, оставляя увидать под итальянским солнцем? Конечно, нет! Эти письма находят свой путь к особому месту. Встречайте Клуб Джульетты, Клуб Ди Джульетта, группу преданных своему делу волонтеров с сердцами такими же большими, как стопки писем, которые они получают. Эти люди посвящают свое время и энергию, чтобы сохранить романтику живой. Эта увлеченная команда поставила своей миссией собирать, читать и отвечать на каждое письмо, адресованное Джульетте. Что нелегко, учитывая их огромное количество. Они работают, не покладая рук, чтобы каждый голос был услышан. Клуб Джульетты видит себя хранителем этих сердечных посланий, мостом между отправителями и духом самой Джульетты. Они понимают важность каждого слова, написанного в этих письмах.